Межведомственная комиссия по международной торговле до конца апреля снова рассмотрит вопрос об антидемпинговых пошлинах на ввоз российских удобрений в Украину. Пока неизвестна дата заседания и будут ли ввозные ставки пересмотрены, да еще в пользу Киева или Москвы. Тем временем на кону судьба нескольких химических предприятий страны, которые в основном простаивают. Рынок Украины заполонили российские удобрения. За три последних года украинские аграрии заплатили только за аммиачную селитру, более полумиллиарда долларов. Россияне уже не успевают ввозить свою продукцию, не хватает вагонов. В Украине пассивная. По разным оценкам от 70 до 90 процентов поставок удобрений в Украину из России. Повальный импорт начался при Кабмине Яценюка и как раз с началом АТО. Торговля с краинным агрессором – это неправильно. Это никогда такого не имеет. Если мы воюем, то мы воюем. Если война, то нужно речи называть своими именами. То есть, когда идет война, то не можно купить доброго. На самом же деле импорт российских удобрений с каждым годом увеличивается на 50 процентов. В прошлом году азотных ввезли полтора миллиона тонн. Опубликованы данные таможенной службы Украины о компаниях, ввозящих из России эту продукцию. 11 предприятий. Основные игроки – дочки крупных российских концернов. Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли правительства Украины ранее вводила 18-процентные заградительные пошлины. Но то и дело их приостанавливает. Мы прикидывали со специалистами, что это должно быть где-то не менее 43 процентов. 43-45 в зависимости от номенклатуры. А все, что ниже, учитывая цены на основное наше сырье, мы просто будем не рентабельны на нашем рынке. Поэтому фактически простаивает весь украинский химпром. 90 процентов себестоимости удобрений – газ. Для россиян он в 3-5 раз дешевле. Межведомственная комиссия еще два года назад начала антидемпинговое расследование. Но на деле результатов нет. Они вроде как замахиваются, а потом смотрят, что удара нет. Мы понимаем, что там очень разные течения. Много лоббистских групп, особенно среди аграрива, они довольно-таки сильны. И поэтому то, что ввели пошлинную, допустим, на кармамид наказ в пределах 18 процентов, от этого не холодно, не жарко ни нашим производителям. А для россиян это такая мелкая потеря. Без комментариев. Чому? Потому что мне сложно понимать логику. Сейчас скажу. Потому что с одной стороны, еще раз повторю, можно выиграть в короткой перспективе. Например, ты получил демпинговое дешевое доброе, но, загубивши своего виробника, ты надалее отримаешь дорогие доброе. Потому что альтернативы уже не будет. Через 10 дней аграрии полностью завершат весеннюю кампанию. Весенняя пассивная практически уже ушла, апрель заканчивается. Поэтому сейчас вся подготовка идет к тому, что запуск предприятий и наработка удобрений для обеспечения осенней пассивной. Впрочем, надеемся, что еще до конца апреля межведомственная комиссия примет решение, после которого Украина перестанет платить сотни миллионов, которые идут на финансирование российской оборонки и укрепление таким образом армии РФ. Оксана Григорьева, Алексей Шматов. Подробности, телеканал Интер.